В Новосибирский аэропорт Толмачёва лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук-Троицкий явился на рассвете. Пьяный, помятый, с рюкзаком за спиной. Накануне металлист в местном стрип-баре устроил предвыборный штаб, арендовав его на ночь. Дело в том, что Паук баллотируется в мэры Новосибирска на полном серьёзе. Возле новоявленного кандидата весь вечер шампанское лилось рекой. И не мудрено, что на рейс «Новосибирск-Москва» Троицкий пришёл хорошо под датом. Но не это смутило работников Толмачёва. Когда стали просвечивать багаж музыканта, оказалось, что в рюкзаке какие-то банки с жидкостью. Например, флакон одеколона «Жириновский» и пузырёк из-под волокордина. Ему было предложено сдать ёмкости с данными жидкостями в багаж, на что он отказался и ответил представителям персонала аэропорта Толмачёва грубой нецензурной бранью. На шум сбежались представители аэрофлота. Рейсом именно этой авиакомпании Троицкий должен был лететь. Попросили Паука пройти с ними в офис, чтобы аннулировать его билеты. Но там вообще музыканта понесло. И уже находясь в офисе в состоянии сильного эмоционального возбуждения, я бы сказал так, данный гражданин повредил офисную оргтехнику. А именно мониторы, телефон и ещё некоторые предметы из офисного бута. Впрочем, у самого музыканта другая версия произошедшего. Он уверяет, что защищал сотрудницы полиции по имени Анжела от ухаживаний сотрудника аэрофлота. Он хотел её убить факсом. Соответственно, я спас сотрудницу милиции, заслонил своим телом, например. И этот человек в безумной злобе разгромил весь офис аэрофлота в Новосибирске, например. Полицейские Пауку не поверили и увезли его в суд. Пользуясь популярностью у журналистов, музыкант сразу же начал декларировать свои предвыборные лозунги. Мы будем добиваться, чтобы Новосибирь стал столицей Российской империи. Это самое радостное и счастливое воздействие на земле. Работаете? Да. Где и кем? Кандидатом мемора Новосибирска. В суде Новосибирской области вердикта хулигану так и не вынесли. Перенеся заседание в Москву по месту жительства металлиста. За дебош музыканту грозит до 15 суток. А также придется оплатить еще и материальный вред. Аэрофлот уже заявил, что собирается судиться с Пауком.